Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Есселяхпарат». С вами Богдан Петров. Новое предприятие в Петропавловске еще в прошлом году начали изготавливать биг-беги. В 2020-м производство вывели на новый уровень. Закупили специальное оборудование из-за рубежа. Что такое биг-бег, сколько инвестиций вложили в проект и когда он выйдет на полную мощность. Работу предприятия проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов и наша съемочная группа. Предприятие с полным циклом производства. От изготовления нити до пошива ткани. Биг-беги или мягкие большие мешки. Такого в Североказахстанской области еще не изготавливали. Предприятие свою работу начало в прошлом году в тестовом режиме. А уже в первом квартале 2021-го планируют выйти на 1,2 млн штук продукции в год. Уже сейчас на производстве трудятся 148 человек. Когда работать начнут в полном объеме, количество сотрудников увеличится вдвое. Переходим мы к завершению второго этапа. Второго этапа, соответственно, мы выходим уже в конце этого года уже практически на полную мощность. И, соответственно, где-то в феврале мы уже первый этап завершаем. Именно по производству мягких контейнеров и полипропиленных мешков. Соответственно, у нас будет 100 тысяч в месяц мягких контейнеров производства и миллион штук в месяц полипропиленных мешков. И в дальнейшем уже, соответственно, поэтапно расширение территории, расширение производства. Объем инвестиций пока составляет 1,5 млрд тенге. Продукция очень востребована по всему Казахстану. Хотя это не единственное предприятие в стране, но потребность в таких мешках мы не закрываем. В основном их используют для перевозки разных грузов в строительной, химической и сельскохозяйственных отраслях. Например, производственный годовой объем бигбегов позволит хранить 1,2 млн тонн зерна. Это 20% вместимости наших зернохранилищ. Добиться в короткие сроки открытия такого предприятия было бы невозможно без значительной государственной поддержки. Буквально год назад здесь стояла тишина. А сейчас эту тишину нарушает работа ткацких станков, гул современного оборудования. И так должно быть по всей нашей промышленной зоне города Петропавловска. Три года назад у нас в Петропавловске стояло около 30 пустующих помещений бывших заводов и фабрик. И сегодня чуть около половины мы уже либо запустили, либо идут восстановительные работы. Мы тогда проработали с каждым собственником этих помещений. Помогли ему с кредитом. У кого-то выкупили и передали другим инвесторам, которые хотели реализовать те или иные проекты. Помогли кредитам, помогли инфраструктурой, помогли в сопровождении этого проекта. Всего на предприятии работает три цеха. Остальные помещения восстанавливаются. В планах у руководителей производства закончить полную реконструкцию и выйти на максимальную мощность в 2023 году. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Заместитель Акима области Ганин Игметов и первый зам руководителя антикоррупционной службы Нурлан Джахин в ходе рабочей поездки в Жамбылский район проинспектировали ряд социальных объектов. В этом году в селе Пресновка завершен капитальный ремонт инфекционного отделения, на который из областного бюджета выделено 36 миллионов тенге. Также в районе продолжается строительство жилья для переселенцев с трудоизбыточных регионов страны. Тему продолжит мой коллега. В первую очередь Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили Пресновскую среднюю общеобразовательную школу. Здесь обучаются 323 ученика, преподают 40 педагогов. С нового учебного года часть школьников переведена на дистанционное обучение, а часть продолжает учиться в штатном режиме, посещая дежурные группы. Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили и школьный музей имени Кожаберген-Жирау, где ознакомились с экспонатами. В этом году в нашу школу поступило 64 гаджета. Это ноутбуки и персональные компьютеры. В скором времени еще нам завезут планшеты. Учебное заведение построено в 2007 году. Ежегодно во всех кабинетах и классах мы проводим косметический ремонт. В районном Доме культуры по инициативе главы региона Кумара Аксакалова открыт культурно-оздоровительный центр. Здесь установлены теннисные столы и другие спортивные тренажеры. Не так давно закончили капитальный ремонт фасада здания. Затем Ганин Игметов и Нурлан Джахин посетили инфекционное отделение при районной больнице. В этом году на ремонт кровли и фасада, а также на установку пожарной сигнализации из бюджета выделено 36 миллионов тенни. Это инфекционное отделение, если на случай второй волны пандемии коронавируса будет оборудовано в провизорный стационар и все здесь будут лечиться пациенты. Чем? Чем это для нас плюсом является? Каким? Это отдельно стоящее здание с мельцеровскими боксами. То есть у них есть отдельный вход, отдельный выход. И пациенты, в том числе медицинские работники, не будут контактировать. И риск заражения других пациентов от уже лежащих в стационаре и самих медицинских работников гораздо, гораздо, гораздо в разы снижается. Также в Жамбылском районе продолжается строительство 48 домов для переселенцев. С начала года с южных областей в район переехала 31 семья. Мы проинспектировали жилье, которое строится для переселенцев с юга, и сделали ряд замечаний. Дома придают красивый облик и влияют на благоустройство села. Жилье хорошее, вода в дома проводится. В целом, в работе застройщиков могу дать положительную оценку. Сегодня мы посетили ряд социальных объектов района. Хочу отметить, что такие проверки помогают предотвращать коррупционные риски. Ремонт школы и инфекционного отделения мы оценили положительно. Были небольшие замечания по строительству жилья для переселенцев. Надеемся, что в будущем все недоработки будут устранены. Кроме того, в районе ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках программы «Аул Ельбесыг». Стоимость проекта составляет 296 миллионов тенге. Кирилл Потемкин, Майгуль Сейльбек, Райнбек Бегужаев, Служба новостей. Вот уже 30 лет педагог из Петропавловска Людмила Соленко преподает английский язык. Все эти годы учитель работает в гимназии «Бест». С каждым из выпускников Людмила Леонидовна старается поддерживать связь. В преддверии праздника моя коллега Анастасия Дроняк встретилась с педагогом. «Ценить эти прекрасные пытливые глазки». Под таким девизом Людмила Леонидовна дает знания уже не один десяток лет. Заинтересовать ребенка, научить его всему, что знает сама, вот к чему стремилась педагог все эти годы. Работа очень увлекательная. Вы знаете, что не было проблем с выбором профессии, потому что сначала было увлечение иностранными языками, а затем получился такой еще на практике прекрасный выход, что оказывается то, что ты любишь сам, ты можешь этим поделиться с другими. И вот я столько лет делюсь этим с другими. И очень счастлива, когда дети овладевают английским языком, могут общаться, могут учиться за рубежом, возвращаться в страну, приносить пользу нашей стране, работать в международных организациях, общаться свободно во всех профессиях, которые они выбирают, совершенно свободно пользоваться языком. Что дает им, конечно, очень большой плюс, какую бы сферу деятельности они не выбрали. Призовые места на различных олимпиадах, свободное владение языком, достижениями своих учеников и выпускников гордится педагог. Со многими из них Людмила Леонидовна поддерживает общение. У нас есть группы, общие группы, и мы общаемся группами. То есть классы наши остаются, и мы дальше продолжаем общаться с этим классом. Они уже имеют свои семьи, они живут в разных странах. И в Казахстане очень многие успешно работают, и в разных странах мира. И мы с ними находимся на связи. Если нужно что-то от них, они всегда готовы помочь. Они всегда поздравляют с праздником гимназию. Они всегда готовы снять любой сюжет про страну, где они находятся, и рассказать, насколько здорово то, что гимназия дала им прекрасные языки. Сегодня Людмила Соленко делится своими знаниями и с молодыми коллегами. А в профессиональный праздник желает им самое главное. Оптимизма, энергии неиссякающие, которые есть у нас всегда. Желание работать над собой, самосовершенствовать, двигаться вперед. И не забывать о том, что наша работа дает такой прекрасный жизненный стимул и такие прекрасные жизненные силы вообще на все то, что даже выходит за рамки профессиональной деятельности, что мы должны это ценить. Вот я бы попросила их, цените каждый день, который проводите в школе. Анастасия Дроняк, Самат Исингалиев, Служба новостей. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 17.30.